Зависли в шаге от зоны стыковых матчей. Третье поражение крыльев Советов в чемпионате России к ряду не добавило оптимизма самарским болельщикам. Домашняя игра с Грозненским Ахматом точно не стала украшением 20-го тура РПЛ. Соперники вяло катали мяч по полю в первом теме. Подопечные Игоря Осенькина имели единственную хорошую возможность открыть счет до перерыва. Писарский выдал удобную передачу на Коваленко, Александр вырвался один на один с Шелли, но голкипера гостей переиграть не сумел, промазав поворотом из выгодного положения. Через несколько минут полузащитник Волгского клуба выступил уже в качестве ассистента и отдал точный красивый пас на Бейла. Глен эффектным финтом убрал защитника, но поворотом не попал. В перерыве Сергей Ташуев смог подобрать нужные слова для своих футболистов. Игроки Ахмата сконцентрировались на старте второго тайма и сразу забили гол, который стал единственным и решил исход поединка. Экс-полузащитник хозяев поля Тимофеев пробил из-за пределов штрафной низом и застал врасплох молодого голкипера Волжан Ивана Ломаева. Крылья Советов пытались восстановить равновесие до финального свистка, но их усилия не увенчались успехом. Как итог, закономерные 0-1 на табло и уже 12-е место для Самары в турнирной таблице. В спину дышат Воронежский факел и Нижний Новгород. Перспективы вылета в ФНЛ в текущем сезоне становятся реальными. Игорь Осенькин сообщил журналистам, что его команда дала много сил в поединках за Кубок России. Я прекрасно понимаю, что часть сил, которых сегодня не хватило, внимания, концентрации, их не хватило, потому что у нас очень тяжелый был календарь. Защитник Крыльев Советов Юрий Горшков отметил, что команда должна сплотиться и навязать сопернику жесткую и бескомпромиссную борьбу на каждом участке поля. Нужно делать выводы, разбираться. Такой результат неприемлем. Три поражения подряд. Следующий официальный матч в рамках чемпионата России Крылья Советов проведут дома против Оренбурга. Игра состоится 2 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 15.00. Мы будем всесторонне освещать эту тему в наших социальных сетях. Внимательно следите за анонсами в группах телеканала «Самара Гиз». Анатолий Головко, Константин Головин. События.